На календаре 4 сентября. 4 сентября 1941 года куйбышевцы готовили к отправке на фронт зимние вещи. На дворе еще стоял сентябрь, но все понимали, что скоро начнутся холода и без теплой одежды бойцам будет тяжело. Поэтому собирали и валенки, и рукавицы, и шерстяные носки, все что было. Чапаевцы сваляли валенки, жены железнодорожников из Похвестнева связали для красноармейцев носки и перчатки. А в Большечерниговском районе комиссия по сбору теплых вещей приняла от населения 6 тонн шерсти. До войны овцеводство в Куйбышевской области было развито хорошо, так что шерсти и овчин хватало. В ту первую военную зиму одна только Куйбышевская область отправила Красной армии более миллиона теплых вещей. А теперь об интересной находке. 4 сентября 1970 года в Куйбышеве на улице Кутяково строители обнаружили часть крепостной стены первой половины 17 века. И на этом же месте 16 лет спустя в память о 400-летии Самары в 1986 году были возведены сруб, напоминающий одну из башен древней крепости, и фрагмент стены с памятной доской. У знатоков сегодня большой праздник. Интеллектуальной игре «Что, где, когда» исполнилось 39 лет. По центральному телеканалу СССР ее впервые показали 4 сентября 1975 года. Первый же выход в эфир «Что, где, когда» стал триумфальным. Улицы городов опустили, буквально все смотрели эту передачу. Ровно 140 лет назад родился Александр Вишневский. Русский советский военный хирург, создатель знаменитой лечебной мази, основатель врачебной династии. Сегодня день рождения Ольги Рыбаковой, временно исполняющей обязанности министра культуры Самарской области. Список родившихся 4 сентября продолжают известные актрисы театра кино Нина Урган, певец, народный артист РСФСР Эдуард Хиль, актер Виктор Бычков, известные по роли егерей с фильма «Особенности национальной рыбалки», а также «Охоты». Сегодня в эпицентре поздравления Анфисы, Агафоны и Афанасии. Они отмечают День ангела. Как гласит народное поверье, в ночь на Агафона лешие озоруют. Выходит из леса в поле, бегает по селам и деревням, раскидывает снопы. Чтобы не допустить такого бесчинства, крестьяне с вечера выходили сторожить поле. Они надевали тулупы наизнанку и вооружались кочергой. Караулили всю ночь, правда, видеть лешего мало кому доводилось. Зато рассказывал было, хоть отбавляем. Продолжим знакомство с датами завтра. Всего хорошего! Субтитры создавал DimaTorzok